Не менее острой и интересной наряду с экономикой остается тема внешней политики России. Сергей Лавров, к выступлениям которого всегда приковано большое внимание, сегодня провел пресс-конференцию, где подвел итоги 2015-го. И говорил глава МИДа не только и не столько о результатах работы министерства за год. Речь шла о новых реалиях в целом. Курс дальнейших отношений США, позиция Москвы по Сирии и Украине, диалог по иранской проблеме. Главное, что должны услышать и понять на Западе, подчеркнул Лавров, Россия готова и открыта к сотрудничеству, но только на равноправной основе. Михаил Акинченко продолжит. В этот раз пресс-конференция Сергея Лаврова собрала свыше 200 журналистов. Интерес вполне объяснимый, если учесть, что многие события и процессы, начавшиеся в прошлом году, будут в значительной степени определять международную повестку и этого года. Несомненно, одно, отметил министр иностранных дел, ни одна страна отныне не будет действовать без учета мнений всех заинтересованных сторон. Наши западные коллеги иногда так запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса, как обычно, не будет. Я убежден, что это именно так, и здесь мы сходимся с ними. Больше не будет бизнеса, как обычно, когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают прежде всего интересы либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история, которая может развиваться только на основе равноправия и всех других принципов международного права. Сергей Лавров напомнил, именно поиск компромисса позволил найти пути решения иранской ядерной проблемы. Удалось запустить межсирийский диалог, участники которого намерены встретиться в конце этой недели. В решении этих проблем Россия, кстати, сыграла ключевую роль. Активное участие нашей страны в международных процессах, отметил министр, позволяет полнее разобраться в подоплеке многих событий. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, помогли обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И в результате, между прочим, заодно существенно прояснилась картина происходящего, и стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников. Внимательно наблюдают российские дипломаты и за выполнением Минских соглашений, которым скоро исполняется уже год. Подписанные договоренности должны быть выполнены полностью. Сколько бы времени для этого не потребовалось, подчеркнул Сергей Лавров. При этом глава МИД отметил, что его западные коллеги до сих пор путают, кто и что должен исполнять. Об этом он говорил, отвечая на вопрос, кто сегодня в ком больше нуждается, Россия в западных странах или наоборот. Не мы же сейчас бегаем за нашими европейскими коллегами и говорим, ребят, давайте все-таки что-нибудь сделаем, чтобы снять санкции. Отнюдь нет. К нам-то приезжают или встречают нас где-то на международных форумах наши европейские коллеги и в двусторонних контактах говорят, ну давайте что-нибудь обязательно, ну помогите выполнить эти минские договоренности, а то мы уже от этих санкций слишком большой ущерб несем. Мы хотим, чтобы поскорее эта страница была перевернута. То есть получается, опять мы нужнее в данной ситуации, чем они. В том числе нужнее для того, чтобы выполнять минские договоренности. Хотя минские договоренности – это про украинское правительство и про Донбасс. Но да, у нас есть влияние на Донбасс. Да, мы поддерживаем Донбасс. И без нашей помощи, без гуманитарных поставок, наверное, Донбасс был бы в очень плачевном состоянии. Но также нужно влиять и на власти в Киеве. Испанские журналисты в этой связи поинтересовались у Лаврова о его отношении к идее переговоров о возвращении Крыма в Украине. Ответ прозвучал исчерпывающе и лаконично. Нам нечего возвращать. Никаких переговоров о возвращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма. Всех из них. Включая тех, кто не имел никаких прав при украинской власти. И кто обрел права, включая государственный язык. Когда Крым вернулся в Россию, проведя референдум, итоги которого вам хорошо известны. Как отметил глава МИД, на международной арене у России есть не только интересы, но и ответственность. Прежде всего перед собственными гражданами и теми, кто уехал в другие страны. В российском внешнеполитическом ведомстве сейчас внимательно следят за судьбой 13-летней Лизы в Германии. Родители которой сообщили о том, что их дочь была изнасилована мигрантами с Ближнего Востока. Несмотря на то, что немецкие власти пытаются замалчивать эту историю, наши дипломаты намерены добиваться установления истины. Надеюсь, что проблемы не будут заметаться под ковер. И что не будет повторений случаев, как с девочкой Лизой. Когда новость о том, что она исчезла, очень долго скрывалась. По каким-то причинам сейчас, по крайней мере, мы работаем с ее адвокатом. Он работает с семьей, работает с нашим посольством. Ясно, что девочка абсолютно точно недобровольно исчезала на 30 часов. Очень надеюсь, что эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно залакировать действительность в каких-то внутриполитических целях. Это было бы неправильно. Британский журналист интересовался перспективой отношений с Россией в связи с появившимися на прошлой неделе заявлениями судьи в Лондоне, который фактически обвинил нашу страну в смерти шпиона-перебежчика Александра Литвиненко. Судья Оуин, зачитывая свои заключения, не сделал ни одного обвинения, которое не сопровождалось бы словом «возможно», «вероятно», «по-видимому». Изобиловало вот этими терминами выступление господина Оуина «вероятно», «возможно». И он же даже сказал, что дело основано на веских косвенных доказательствах. Это, по-моему, беспрецедентно для судебной практики, по крайней мере для дела, которое подаётся как расследованное беспристрастно и объективно. Согласен я только в одном, с тем, что сказал британский МИД, что он сказал, что дело Литвиненко ещё больше осложнит наши двусторонние отношения. Вот с этим я полностью согласен. Только не дело Литвиненко, а спектакль вокруг дела Литвиненко. Наши отношения очень серьёзно осложнят. На международной повестке дня сегодня десятки, может, менее заметных, но не менее важных вопросов. И журналистов, кажется, интересовало мнение Сергея Лаврова по каждому из них. В итоге министр после более чем двух часов разговора был вынужден прервать общение из-за плотного рабочего графика, пообещав при случае ответить и на незаданные вопросы. Впрочем, такой случай может представиться довольно скоро, ведь Россия сегодня активно участвует почти во всех значимых международных процессах. Михаил Лакинченко, Дмитрий Волков, Олеся Трофимович, Сергей Валетов, Первый канал.